Так, ну что, ребят, ролик по поводу битка, посмотрим фондовый рынок, он еще не открылся, как мы видим, на текущем тапе, но, в принципе, как минимум, пока что выше не дает закрепиться, посмотрим, либо будет продолжение движения, либо все-таки, как минимум, какая-то коррекция, но пока ничего интересного у нас не происходит. Если посмотреть, давайте глянем, что там по золоту, золото у нас продолжает снижаться, ну, скажем так, стоять в боковике по серебру, тоже какие-то своеобразные интересы, ну, плюс-минус, что и по золоту. По поводу нефти, давайте глянем, нефть у нас тоже падает вниз, вот, пока что тоже такой боковичок, ничего абсолютно интересного, ну, и давайте глянем доминацию биткоина, что у нас происходит, пытается у нас показать какое-то поджатие наверх, вот, да, чтобы пробить этот уровень, ну, посмотрим, закрепимся, не закрепимся, пока что ситуация такая неоднозначная, я бы сказал. Далее, по поводу эфира, давайте глянем, доминация эфира, доминация эфира тоже у нас, ну, гэп, мы, я так понимаю, идем этот закрывать, даже два гэпа, вот, я, кстати, не знаю, напишите в комментах, ну, во-первых, гэпы по доминации я не совсем соображаю, вот, могу честно в этом признаться. И плюс, если мы закроем вот так, это получается, мы 2 гэпа закроем, либо 1, либо нам надо сходить так, а потом так, и это мы, получается, 2 закрыли. Вот, мне вот этот момент не совсем понятен. Либо мы одной вот этой, одним движением закрываем 2 гэпа сразу. Вот, вот это не совсем я понимаю. Поэтому, ну, такое вообще впервые я вижу, чтобы 2 гэпа было там буквально за несколько дней. BNB доминация падает. По поводу XRP у нас доминация тоже продолжает расти и выкупает его на текущем этапе. Ну, и по поводу остальных альтов давайте глянем. По идее, должна падать. Да, кстати, сильно она просела и идем мы закрывать вот этот гэп, который у нас здесь образовался. Слишком много гэпа за последнее время, как вы заметили, поэтому имейте в виду. По поводу битка. Стоим в боковичке, кто-то скажет, что это накопление, все может быть. Опять же таки, я этого не исключаю. Далее, давайте глянем, такие самые основные монеты, что у нас вообще происходит. По поводу 1 нча снижается, то есть, ну, доминация альтовой, естественно, падает. Ада, когда она тоже у нас на опережение действовала. Давайте глянем. Выкупают, ну, это отскок, опять же таки, там, к 4-дневному падению. Zcash продолжает падать уже 5-й день подряд. Тоже такой своеобразный индикатор, что у нас, ну, вы скажете, может, он просто слабее рынка. Ну, может быть, но, опять же таки, вот тот же Dash 3-й день подряд падает. Monero, кстати, падал, насколько я помню. Вот, давайте глянем до этого. Да, вот смотрите, он падал почти неделю и час, получается, показал отскок. Ну, Monero, он своей жизнью живет. Тут брать его в расчет не будем. Давайте глянем эффект BNB, что происходит. Ну, вероятнее всего, так же в боковике, как и биток. Да, боковичок. Ну, и, соответственно, здесь то же самое. Ну, какой-то такой нисходящий канал на пониженных объемах. Опять же, таки, видите, они падают. Поэтому будем наблюдать. В принципе, по поводу индекса страха и жадности, как был, так и остался. Ланги и шерты, как были, так и остались. Ну, не знаю, на рынке вообще реально тухлятина. То есть, действительно, вообще скукотища полнейшая. Ничего абсолютно не происходит. Волатильность вроде была пониженная все это время. Ну, небольшое движение дали. Сходили там с 27 на 31, там почти на 32. Нифига. Потом опять ушли в боковик. Стоим в боковике. Я понимаю, что рынок как бы стоит, что криптовалютный, что фондовый. 80-90% времени во флете. Но сейчас вообще какая-то нудятина. Хотя обычно в мае-июне. Ну, посмотрим. Еще время, ну, не стекло, скажем так. Еще есть, скажем так, у нас где-то плюс-минус месяц и неделя. Ну, как бы обычно в это время. Кстати, интересное движение у нас, что в 22-м году, что в 21-м году были. Да и в 20-м в том числе у нас началось такое уже бычье ралли после халвинга. С 12 штук мы начали стартовать уже. Поэтому имейте в виду. Ну, посмотрим. То есть альты пока что, как минимум, проваливаются. Доминация их падает. И в целом посмотрим, наблюдаем, что вы думаете по этому рынку. Сходим мы на 32 тысячи, на 35, там закроем гэп, не закроем. Поэтому напишите обязательно. Давайте глянем, кстати, появился ли у нас какой-то новый гэп. Ну, я думаю, вряд ли. Да, нового гэпа не появилось. У нас гэп вот здесь. 35-35-200, 2900, 11-200, 9-700. Ну, посмотрим. То есть еще какого-то флэш-крэша, да, так называемого. То есть какого-то овала я не заметил. Ну, посмотрим, будет ли он. Я, в принципе, ожидаю какого-то падения. Причем неожиданного, да, негаданного, когда никто этого не ждет. Не ждет, да. Поэтому ожидаем. Всем удачи. Копите стейблы. Копите стейбла. Продолжение следует...